сжигалок. Т.е. традиционный, скажем, розжиг, это вот я быстренько носковую руку сделал, но, конечно же, в виде человека грибы алкоголя не было, ели мухоморы, путешествовали по мирам, ну, условно говоря, да. Вот, в виде человека, так как человек добывает огонь, делали такую доску, и здесь тоже с этой, конечно, палочкой не получится, да и тут вот повесили сигнализацию, если что, вдруг я тут надумаю варить себе чай, мне тут же сразу выгодить. Из оленевого рога такое делали, как лук маленький, сейчас расслаблю тетевой, потому что хозяюшка сюда вот этот черенок заматывает и ставит в один из любых пазов. И либо из оленевого рога, тут такая есть выемочка, видите, да, вот такая выемочка есть, ее смазывают жиром, чтобы облегчить трение здесь, ну, как подшипник, вот. И сверху она прижимает полностью к всем корпусом, натягивая вот эту фитьеву, вот, чтобы она не была такой, чтобы, видите, так вот, а тут натянула ее, и все, палочка крутится, видите? И ей хватает всего лишь 10-15 секунд, чтобы здесь образовался пепел, который она натерла силой трения. У хороших хозяйки сюда в западухе есть уголек. А? Уголек. Какой уголек? От предыдущей. Поэтому она так танцует. Нет, нет. Нет. Есть сухой мох, то, что она в тундре собрала, сухой мох достает в западухе, высыпает с этой доски на сухой мох, кладет на очаг, ветками заложила, раздула и пахнет. Огонь просто. Разжигается огонь. То есть вот такой процесс он. Многим кажется, что это так трудоемко и так долго. Нет. хозяюшки, они потёрли быстренько. Всё, говори. Вот она сварит мясо. А салатик какой? Друзья, у нас, я ещё раз повторю, вегетарианцы не выживают. Извините, если такие есть? Нет, но нельзя же всё мясо. У нас не растёт картошка, у нас не растёт морковь. Вот, как с продуктами. У нас не растёт, всё превосходит. Вот, я и говорю, подвозь. Картошка. На три месяца огурчики, помидорчики можно жилить. Картошка? А вот можно такой вопрос. А без туалетной бумаги что там используют? Ну, туалетная бумага. Туалетная бумага. Неужели нет? Да, да, да. Смотрите, женщины, вот сейчас мне ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Как давно у вас вообще в центральной части России и вообще-то на видео с амперсом? Ну, лет 10-15. Больше, больше, больше. Двадцать. Двадцать уже, двадцать. Давайте я не буду сейчас считать, отсчитывать назад время. Ну, где-то девяностые, да? Да. Середина девяностых, девяностых. У нас учёщий всегда они были. Одел ребёнок, керкер на себя. Он такой, как это, керкер? Комбинезон. Комбинезон, да. Вот. Комбинезон, это вот такая, со штанами и с куткой сразу вместе. Есть такой клапан у него свисает. Клапан откидывается, закидывается, завязал, пошёл всё. Вытащили сухой мох, то, что он наделал, выкинули другую. Вот он памперс, пошёл. Вот они экологию не портят. Вот откуда появились солнцезащитные очки, зрительные очки для зрения. Опять от нас очукчик. Оляушка, чтобы идти по тундре соседки, 40 километров чай попить в гости надо, сходите. На оленях, если бы доехать можно, в принципе, собачьи упряжки, пешком сходить. У нас женщины в носковые. Вообще ничего не боятся. Довольно, мужчина любая начинает стрелять с лука, метать копьёк, нож, топор, стрелять с винтовки. Поэтому, если мужчина долго находится на палочке, ей можно там приготовить, пошла, грофнула, у себя принесла. Там медведя, наверное. Вот это для женщин наших вообще никакой медведь не страшно. А у нас в Витубке там. Вы знаете, как у этих зарубежных стран у каждого русского мужчины свой медведь есть, да? Да, да, да. Балалайка. Он ещё огненную воду постоянно пьёт русский человек, правильно? Обязательно. Так вот, ну это я просто к тому, что... Чуть боятся эти медведи. Они приходят в гости. Главное, не убегай. Вот смотри, Мишка. Ребёнок уже с медведем пришёл. Вот. Поэтому скажу, вот солнцезащитные очки. Пошла, собралась идти куда-нибудь соседке в гости. Брала кусочек ретема. Ретема – это покрытие оленишком, стриженый мехом. Наружу накрывается. Кусок ретемы надо, отрезала. В прорезь одну сделала, там, или две сделала. Завязала и пошла себе. Без стекла, без стекла. Да. Просто солнечный рефлекс, вообще, от снега, очень быстро давится глаз. Неютно. Это да, особенно приезжих, просто они потом у них... Это всё равно, что на солнце постоянно смотрят. Да. У нас хоть и привычные много, да кто, но если прям уж так сильно всё, то одевают такие. Либо просто с кожаной, с дырочками. Очень большое уважение к детям. Не повышает на них голос вообще. Не запрещает вообще ничего. Обжёгся об очах – будет знать. Об чайник будет знать там, да. Ну, то есть, надо, мама сидит, выделывает шкуры, шьёт одежду. Дочка говорит, я тоже хочу. Пожалуйста, научит, покажет, объяснит. Первое время, конечно, как это говорится, первым блин комом. Вот, да. Потихонечку, потихонечку, девочка уже в пять лет умеет выделывать шкуры. В двенадцать, в десять лет умеет одежду как на себя, так и на взрослого человека. из кожи, в меховую иголку. Костяную иголку. Да. Мальчики с двух лет у нас же таскают с собой в стадо, если это кочерники, или в море, в океан, чтобы дети впитывали, смотрели. До трёх лет они очень как булка впитывают в себя всю информацию. Каждый день это одно и то же делается, да. Тот же гарпун намотать – это всё каждое день одно и то же делается. И он считается как взрослый человек в маленьком теле. У нас считается душа вечная, в перерождении. Бабушка уходит, говорит, я приду к тебе со второй дочкой. Ну, условно говоря, уводит на тот свет там, да. Или дедушка там, я приду к тебе с первым сыном, а ты ещё не знаешь, сколько детей будет. Они уже говорят, что я приду к тебе. В твой род. Вы же ли песню Баста пел, Сансара? Когда меня не станете, я буду петь голосами.